Сейчас мы посмотрим, как в разном возрасте играют в Майнкрафт и... Попытаемся найти себя! В самом начале мы посмотрим, как люди в разном возрасте строят дома. И начинаем с пятилетнего, который... О, понимаешь, что наступает ночь, и нужно срочно строить бункер, чтобы заныкаться от монстров. И что он будет делать? Да, то, что делал я, когда мне было лет 12. Я просто строил вот такую вот яму и в ней заныкался. Стоп, откуда у него алмазные блоки? Откуда у пятилетнего алма... Ааа! Всё, я всё понял. У него старший брат, который, видимо, научил его пользоваться креативом. Теперь он уже вместо обычных подземных бункеров строит настоящую базу из алмазных блоков. И всё. Теперь посмотрим, как девятилетний будет строить себе дом в Майнкрафте. Окей, повзрослел он с на 4 года, и он строит себе тоже базу, или нет? Стоп, он ставит себе верстак, печку. Смотрите, как быстро он всё расставляет, и он использует люки. Это будет, наверное, какой-то супер маленький компактный дом. И знаете что? Я никогда не строил маленьких домов. Я не понимаю, зачем кто-то строит маленький дом, когда можно построить огромный замок? Да, это действительно самый, наверное, компактный дом. Это из серии тех роликов топ-10 самых компактных домов в Майнкрафте. Правда, он его называет замком, но это больше похоже на маленький шалашик на дереве, или скорее даже на... будку для собаки. Однако, как бы там ни было, этого места более чем достаточно для одного судука, чтобы, не знаю, там спрятаться от монстров, и переночевать как минимум несколько ночей. Дальше, 12-летний! Ооо, продолжаем взрослеть, и музычка накаляется, обстановка тоже. Что 12-летний придумал, и каким будет его дом? Он, видели, он просто достал рычаг, который спрятан где-то в горе, и сейчас отправляется в какое-то подземное место. Нет, он спрятал свой дом. Он в качестве ловушки поставил лаву, и там имеется вагонетка, в которую он садится, чтобы перейти в тайное логово. Окей, посмотрим, куда приведет за тайное логово. Пока что обычный тупик, и... Да ладно, он использует эндерперлу. Он использует эндерперлу, чтобы попасть в другую сторону. Вау, вот это уже ногайходовочка. Тут у него какой-то пчелиный улей, да ладно, он опять будет телепортироваться, только махинаций нужно, чтобы просто попасть в свой дом, и... Неужели он живет в пчелином улей? Как бы там ни было, да, он попал в свой дом, и на самом деле, не знаю, я бы не хотел таким образом попадать каждый раз в свой дом. Я бы таким образом просто ленился бы из него выходить. Теперь давайте посмотрим, как в разном возрасте строят ловушки. У нас имеется 5-летний мальчик, или может быть, девочка, и он или она строит ловушку, и это самая стандартная ловушка из железных дверей. Эту ловушку наверняка знают все, и, наверное, никто в нее не попадется. Типа, шанс того, что кто-то туда залезет и подумает, о, там реально можно найти алмазы, нет. Тут показывают, как твой друг якобы подходит к твоей двери, и такой, о, алмазы, еее, сейчас подберу, и тут по каким-то волшебным способам он попадает в ловушку. Да, но это было на самом деле очень паревно, я думаю, даже зомби с 0 IQ туда не попадет. А вот 9-летний наверняка придумал что-то поинтереснее. Посмотрим, 9-летний связывает свою ловушку с домом в деревне, и... Причем использует редстоун, окей, тут уже больше возможностей, и он даже использует динамит. Почему все ролики, которые мы смотрим, должны вредить жителям? То есть во всех роликах всегда динамит, и всегда жители, которые в конце страдают. Бедные жители, им всегда приходится страдать. Окей, посмотрим, в чем заключается ловушка. Он ее спрятал, кстати говоря, люками, хотя это смотрится достаточно палевно, но заходит такой твой друг в дом деревни, хотя непонятно, зачем он туда заходит, берет туда книжку, и активируется редстоун. Все, он забрал книжку, и через 3 секунды у него будет кабрум! На самом деле было довольно хорошо, да, ловушка была хорошая, но... Теперь посмотрим, что же придумал 11-летний. А 11-летний должен был придумать какую-то махинацию с командными блоками, в которых там будет 10 тысяч разных команд. Пока что у него обычное использование камня и иглобрюх в ведре, ага! Это уже ведет к каким-то махинациям с рыбой фугу, и скорее всего, да, он спрячет рыбу фугу с помощью ковра, чтобы потом вдруг его подошел, не заметил это все, и, разумеется, иглобрюхи начали его атаковать. Не, вот этот алмаз, лежащий на полу, это самое беспаленное. Просто алмаз лежит на полу, интересно, сколько людей действительно побегут туда, где на полу лежит алмаз, потому что я бы не побежал. Дальше у нас имеется штон, он не может выбраться, потому что иглобрюх теперь его не отпустит. Дальше давайте посмотрим, как игроки в разном возрасте играют с читами. Интересно, играли ли вы когда-либо с читами? Я 100% да, когда-либо там, знаете, включал вот этот вот мир по сети, и начинал, вот, гейммод креатив, все так же, как и он, только ему лет 6, а мне, наверное, было лет 12. И давайте посмотрим, что 6-летний придумал, чтобы считерить. Это просто креатив? Это все читы? Окей. У 6-летнего пока что фантазия слабая, но с помощью креатива посмотрите, как он красиво продекорировал всю деревню. Потом он приглашает в деревню новых жителей, и теперь они могут устраивать Патти Харт в своей новой алмазной золотой деревне. Однако 8-летний явно может сказать что-то поинтереснее у него. Явно есть идеи получше. 8-летний зашел в шахту, и в этой шахте он собирается читерить, однако как? О, X-Ray Ultimate! Он использует ресурспак, окей? Это уже гораздо умнее. Он использует ресурспак, благодаря которому он не видит камень, камень становится прозрачным, и он видит все руды сквозь блоки. Все, алмазы уже найдены, и я тоже, на самом деле, когда-то портился этим ресурспаком. Эх, далекие времена! После этого, я уверен, он позвал своего друга и сказал, О, братан, ты не поверишь, какой же я везунчик! Я нашел огромное количество алмазов. 3 стака алмазов за 15 минут! И смотрите, как беспаривно он убирает ресурспак, чтобы, если что, потом своему другу не спалиться. Вы были забанены за читерство. Дальше у нас имеется 12-летний, и посмотрим. Это уже возраст ближе ко мне! На самом деле, мне 21, но многие все еще думают, что мне 14. И давайте посмотрим, как 12-летний будет читерить. У него имеются командные блоки, и надпись «Убрать колодец», и, судя по всему, этим нажатием на рычаг, да, он просто берет и удаляет колодец. Все настолько просто, как только человек научился пользоваться командными блоками, все, весь мир ему стал просто по колено. Он теперь научился просто владеть настоящей магией. У него там имеется заспавнить супер-голема, о май гад! Сейчас он будет призывать какого-то мутанта, и это, йоу! Огромный голем, который сейчас, наверное, будет защищать деревню лучше, чем 20 големов вместе взяты. Устроить рейд? Стоп! Я думал, ты защищаешь деревню? Окей! Вместо того, чтобы ее защищать, он, наоборот, решил просто повеселиться. Однако, знаете, одно дело просто повеселиться, а другое дело взорвать деревню! Нет! Почему в каждом ролике, почему вы всегда взрываете деревню? Что они вам сделали? Фух, давайте немножко расслабимся. Давайте посмотрим, как в разном возрасте люди делают прыжки с водой. Да, звучит довольно странно, но посмотрите, что делает пятилетний. У него половина сердечка, он должен спрыгнуть, но он боится. И тут давай, собираешься с духом, прыгаешь и есть! Ладно, идем дальше. Видимо, пятилетний не справился, но у девятилетнего шансов будет больше. Он берет ведро с водой, причем он находится в креативе, камон! Зачем тебе ведро с водой, когда ты в креативе? Стоп, он взлетает наверх, он подлетает высоко, и, наверное, он будет подлетать очень-очень высоко, да! Он продолжает лететь вверх, 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 и, боже мой, с какой высоты ты вообще планируешь прыгнуть? Миллион блоков спустя! О, боже мой, что?! Куда ты попал?! Он уже поднялся, знаете, на 5 триллиардов блоков, и просто 40 часов будет падать вниз! Хотя нет, стоп! О, это гораздо быстрее, чем я думал! Правда, он прыгает в креативе, но все-таки... Как ты выжил, я даже не представляю! Интересно, он сам хотя бы понимает, что он все это время находился в креативе? Ладно, посмотрим, что придумает 11-летний! О, 11-летний явно, оу, придумал какую-то интересную махинацию, чтобы взлететь вверх, и он для этого использует ТНТ! Он подлетает вверх, становится на железные прутья, крафтит себе ведро! О, нет! Этим ведром он сейчас будет подбирать водичку и прыгать вниз! Бамс! Окей, это уже было хорошо, и вот бы я умел такое в 11 лет! Что же, давайте посмотрим, как в разном возрасте люди лутают пирамиду! Пустынный храм в Майнкрафте 4 года! Вот если бы вам было 4 года, вы бы играли в Майнкрафт, как бы вы лутали... Да, вы бы просто упали скорее! Вы бы туда просто упали, даже не поняли бы, что активировался ТНТ, и в итоге просто бы умерли, да! Но, если бы вы вернулись спустя 8 лет, когда вам уже 12, что бы вы сделали? Вы бы отомстили! Вы бы отомстили пустынному храму! Вы бы взяли аккуратненько подготовленный! Вы заранее планировали этот день, вы ждали его 8 лет, и тут бац! Вы лутаете этот пустынный храм, и всё, наверное... Что? Сами же его взорваете! Зачем? Он его обезвредил, чтобы потом же его взорвать! Ладно, зато он не умер, он успел подняться наверх! Красава! В этом плане вопросов к тебе нет, однако давайте посмотрим, как бы поступил следующий участник! Оу, 16 лет! Это уже гораздо ближе к моему возрасту! Посмотрим, что он придумал! Кстати говоря, напишите в комментариях, сколько вам лет, и какой из этих вариантов к вам реально может относиться! Итак, 16-летний, он находился, видимо, на рыбалке! После длительного дня он, наконец-то, нашёл этот пустынный храм! Он вернулся, и у него ещё есть трезубец! Но как он будет использовать трезубец в пустынном храме? Он аккуратно оглядывается, чтобы не было шпионов, которые за ним присматривают, и собирается просто прыгать вниз! Так, он берёт ведро с воды, бамс, окей! Как и делаю я абсолютно обычной будни! Прыгаешь в пустынный храм с ведром с воды, и взрываешь его? Зачем? О, мой гад, что он придумал? Смотрите, он берёт трезубец, и просто красиво оттуда вылетает, окей! Это было очень красиво! Используем ведро с водой, этот человек, мне кажется, к этому дню готовился всю свою жизнь! Обязательно напишите в комментариях, какой из этих вариантов к вам больше всего относятся! И не забывайте ставить лайк, если вам нравятся подобные ролики! С вами был я Томка, пока! Субтитры сделал DimaTorzok